зашел сосед по гаражам сбил меня блять смысле пытался со мной за политику поговорить отправил его в погреб обратно так завидую людям которым делать нехуй честно словно так на чем остановились мы ну как видим одна батарейка 6 половиной ампер принимает до 15 7 до гребла 2 7 и 2 но почему такая разница да потому что батарейки разными насколько по сути по возрасту так у нас получается кайнар что у нас там свежее кайнар у нас 2 года 22 а барс у нас 21 который 21 у нас принимает меньше 22 больше ну и разница по плотности также также мы видим разницу в плотности ладненько будем догонять их что у нас эти вот до 17 вольт разогнались практически левая чуть-чуть опережает правая чуть-чуть отстаёт вытащу сейчас вытащим плотность с них и потом опять ставим на перемычку и продолжаем с ними работать в режиме балансировки но как говорят после пожара и хрен насос но попытка не пытка поэтому постараемся их немножко отбалансировать хотя позднять метаться потому что батареи уже с приличным сроком эксплуатации хрен знает сколько они эксплуатируются но пробовать будем продолжаю работку через два часа пять минут у нас появились первые остановки по требованию значит на этой правой батарейки китайской и на этой правой батарейки барчиков кайнаровской также отключаем так что этом выключил блять не то выключим вот так вот отключаем а зарядного время пять часов ждем когда эти два пассажира также слизу также потребуют остановки отключаем и будем собираться до дому так давайте на замерим плотность так мы доливали значит у нас пятая банка в принципе так вторая баночка 125 которая была в которую мы бахнули 60 миллилитров давайте замерим ее один двадцать один двадцать один двадцать пять так теперь смотрим шестую баночку в которой было у нас один двадцать три так третья была тоже один двадцать и давать ее замерим один двадцать четыре и шестая баночка которая у нас с пробочкой замеряем ее 1,25 отлично и сама больше мы залили а нет мы сама больше залили в 1,25 вторая баночка мы ее замерили отлично так что у нас здесь сама больше мы залили 1,27 и эти значит мерим третью четвертую баночку в которых было по 1,24 так мерим 1,27 туда я бахнул 100 не 100 90 миллилитров так видим плотность 1,25 1,25 и вот эти вот две баночки которую мы ничего не заливали было по 1,24 ну заряд еще правда да заряд еще идет у нас 1,25 видно я надеюсь да что ты звонят блять сейчас давайте замерим буду отвечать на звонки 1,25 1,25 уверенно возьми трюку отвечаю короче еще один китайский пассажир потребовал у нас остановки и ну отключим вот зарядное устройство накидим перемычку сейчас я накину перемычку эти такие пробочки на на поставить поставить и вставим на буфер также на 15-ый вампиок и до утра батарейка будет у нас стоять на буфере будет потихонечку выравниваться выравниваться потенциалы у этих батареек у обоих и батарейки постараются подтянуться поближе друг к другу так сказать отбалансироваться так ну наверное на сегодня с этой батарейкой все наш кайнар еще пока с аппетитом кушает зарядочку сделаю включение как закончится еще одну записи а пока приостановка время уже почти 7 часов пора вставать на лыжи а заряд до заряд продолжается поэтому сейчас отключаю оставлять на ночь в таком состоянии нельзя дабы не перезарядить батарею поэтому отключаем зарядное устройство подключаем китайца одного я уже подключил батарейка стоит на буфере также подключаем и вторую батарейку пусть пусть стоят на буфере всю ночь позволит нам размягчить сурфатики также здесь у нас стоит на здесь стоит на 15 умпеле наша китайская бригада а я сегодня наверное поеду со средней скоростью 37 км в час прямо до дому ночь пролетела да уже полдня пролетела полдвенадцатого пока добрался до этих батарей с утра гости 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 кости короче давайте замерим сначала может длиннее что короче давайте длиннее замерим в начале плотность батарейки простояли у нас на китайском буфере на китайских буферах так который кнр у нас плотность 1.23 1.23 а вот с барсиком довольно таки интересная ситуация 1.28 1.28 1.28 и что мы будем делать почему барсик быстрее долетел возможно потому что он старше на один год а возможно что он сделан все таки по другой технологии чем кайнар у меня смутное подозрение что кайнар у нас уже блять там не видно нет не видно что уже сделан по кальциевой технологии этот у нас гибрид этот у нас гибрид барсик но мы их оба поставим на вампировочке и сделаем еще одни до заряды так один и второй второй так это прищепка вылетела блять нрc одинаковая и подключаем ух ты здесь 9 амперчиков так звонят нужно ответить так ну а теперь к нашим китайским друзьям перекинемся давайте замерим плотность я плотность уже замерял во время своего очередного обхода 1.23 по всем банкам плотность равномерная я это покажу чуть позже чтобы чтобы не удлинять ролик и здесь у нас плотность 1.25 почти ставим ставим вымпел 15 отключаем и будем раскручивать обе батарейки вместе так у нас не перепутать купить 15 вымпел не хочет не хочет не хочет когда плюс минусом меняешь ох ты здесь тоже аккумулятор не знает где плюс где минус общая нрц 12.9 подключаем к заряднику 9 ампер попробуем дать берет сорвали звонок не звонок а видеозапись звонком и посмотрим как разгонятся они в паре попробуем сделать еще одну балансировку но одна батарейка отстает по плотности сейчас сделаю балансировку вместе и потом буду работать отдельно с правой батареей немножко неправильно делаю но сделаем пока так 2 часа 49 минут прошло продлился наш дозаряд почти 9 ампер скушали батарейки и вот на таких значениях заряд окончен давайте посмотрим что что нам дал дозаряд так ну давайте вот эти крайние баночки плотность плотность по-прежнему 1,25 1,25 давайте вот эту баночку также 1,25 даем поработать инертному заряду отключаем отключаем зарядное 2 часа пусть у нас батарейки остаются 2 часа достаточно перемещаемся плавно плавно не спеша нашим кайнаром так вот такая ситуевина левая батарейка 4,9 ампера правая 5,9 стоит иметь ввиду что 15,7 напряжение это вот у нас как раз есть нос на именно на этих батареях разгонять их дальше не стоит для гибридных батареи это как раз самый раз о блядь сиками заговорил так что нам барсетка скажет барсетка говорит загибли 1,29 плотность все заканчиваем работу с этой батареей отключаем зарядное на кайнаре плотность 1 26 с половиной с кайнаром продолжаем работу с кайнаром продолжаем работу барсик у нас уже разохмачен и этого для него вполне достаточно отстаиваем батарейку выключаем зарядник с кайнаром продолжаем работу вот на таких машинах мне привозят батарейки блядь ебать какое большое аху вечера не удалось сделать окончание снять вернее окончание работы с этими батареями блядь чайник закипел под конец дня навалил народ а мне нужно было сибаса потому что магазин работают до 6 часов до 18 часов и я как бы работаю до 18 а уже пора делать подарки родным близким так но работа была вчера закончена с обоими или с обеими с обоими батарейками давайте посмотрим плотность и будем делать замеры так плотность я замерил уже замерил во всех банках плотность везде отличная так 1.28 в кайнаре 1.28 даже чуть-чуть 1.285 1.285 в барсе почти 1.29 1.285 1.29 1.29 1.285 1250 1.295 2.255 1.295 84 процента батарейка выкатывает 1151 ампер пусковой 240 сопротивление 1314 нрc еще большое так что он предлагает нам сделать еще один дозаряд походу до гнр требует сделать еще один дозаряд нрc высокая то есть мы еще видим мы видим еще какое-то рассвоение 1250 оба на вот барс выкатил у нас 99 процентов 1249 практически все свои параметры и нрc также видим тоже высокая поэтому сделаю еще один дозарядик дозаряд на тех же параметрах 9 ампер ток и нос до которого до гребет до гребут эти батарейки видимо все таки здесь заводская плотность 129 будем выгонять 129 нрc 13 1 нам обоих обоих обеих так по 9 ампер выставляем работаем дальше еще один дозарядик надо сделать так перемещаемся к нашим китайцам надо их вытряхивать потому что вот у меня опять притащили батарейки которые надо обслужить так ну наверное их найду я место куда приткнуть хотя блять все забито тоже все опять забито так ну давайте посмотрим что здесь оставил на буфере на пятнадцатом в импере плотность у нас 125 а еберный театр разлил электро лит сейчас надо будет убрать и давайте эту батарейку так же самое 125 на 126 наверно даже цепля ох ты блять чуть ли чуть термо ареометр не расхерачил да ничего страшного мне четыре штучки и ежит новых термометра на замену отключаем вымпил и подключаем зампи руку надо порядок навести там не что то здесь плюс минус плюс тестить пока не будем я уже в принципе делал замеры тестером замеры неплохие 12 и 8 в принципе то судя про нрц перемешивание у нас произошло неплохо есть стратификации нет сделаем еще один дозаряд и возможно оставим с такой плотностью потому что ну немного не подрассчитал с водичкой возможно ничего страшного в этом нет водичка будет с небольшим запасом так как мое предположение что эти батареи все-таки выкипают от перезаряда на китайском компрессоре так значит что мы сделаем а так а почему было 12 8 после после буфера наверно наверное не было контакты буфер у нас не шел вот это я дал ладно так давайте поднимем напряжение окончания заряда до 17 с половиной и посмотрим до скольки до гребет до гребут эти батарейки так продолжаем нашу работку да друзья разобрался с выпивом причина банальная сгорел перда хранитель и оперный театр поэтому батарейки не стояли у нас сегодня на буфере он смотрите что творится мотоцарица вон она чем михалыч вон она чем 17 3 летят на 8 амперов давайте чуть-чуть сбавим обороты ну вот так вот и оставим 17 3 вольта 7 6 ампер и подпорку сделаем тоже по но так вот так вот они раскрутить разлетаются батарейки легко и просто до 17 3 вольт продолжаем работу надо зарядить мы продержали батареи 3 часа 45 минут ток снизился до 4 и 8 ампера и начал потихонечку расти вырос на 0 2 ампера это говорит о том что в в батареях выросло внутреннее сопротивление напряжение держим держится стабильно 17 3 и поэтому нам нужно прекращать заряд отключаем зарядное устройство и дадим батарейки отстояться пару часов будем снимать показатели так эти батарейки также у нас ток остановился на 48 ампер и напряжение дошло до 15 и 8 вольт так 350 17 ампер почти отдана здесь что у нас воинку скажет здесь 16 ампер отдана также 350 здесь мы отключаемся с этими батарейками еще продолжаем пока работать я думаю что наверное здесь на этих кайнарах выбьем плотность думаю что до 1 30 наверное долетит потому как производители сейчас любят заливать именно вот такую плотность так но здесь пока отключаем и в конце ролика будем резюмировать и подводить какие-то итоги по работе итак на левой батарейки мы видим поднятие тока на 0 2 ампера и напряжение пытается снизиться поэтому с этой батареи мы работу прекращаем это финальная стадия отключаем зарядное устройство батарея полностью обслужена и отключаем наш крик дайл с этой батарейки мы еще чуть-чуть поработаем и также как наметится тенденция вот ток начинает расти видим 4,9 было 4,8 сейчас до пятерочки как ток доскачем доскачет прекращаем работу с этой батареи это будет являться окончанием заряда как видим ток не дошел до 5 ампер до 02 не повышен не повысился на 02 повысился на 01 49 и вымпивочек нам сам сказал давайте ребята завязывайте с работой хочу купить покурить так но отключим зарядник откинем крокодильчик пусть курит вымпивную языку батарейки отстоялись почти два часа но около двух минут 15-20 не хватает до двух часов и очень хочется всунуть или присунуть вот эти вот батарейки зарядный бокс с такими параметрами они поступили вот так вот конец рабочего дня сейчас давайте сделаем замеры потом сделаем замеру у наших китайцев эти батарейки выдерну вставлю вот эти синими крыши крышечками тюменки и буду делать сибаться время 6 почти надо проехать по своим делам ничего пишу нет давайте будем замерять так замерим плотность куда я делал термо ориометр блять вот давайте сделаем по крайним баночкам пишут в комментариях почему вы меряете не во всех банках друзья я мерю во всех банках это в моих интересах мерить бачим 30 1.30 а мере у него всех банках в роликах чтобы не удлинять его 1.30 чтобы не вытягивать ролик до бесконечности потому что у нас получится какая-то сплошные замеры так 129 с половиной все банки я показываю клиентам либо на усмотрение 1.30 равнячок так теперь давайте замерим посмотрим вернее на показания тестера и плавно медленно ползком по пластунски блять переползем нашим китайцам блять который пока у нас засаде так плюсик у нас здесь минусик вот здесь так вот этот кайнар у нас отставал замер будет немножко некорректный потому как сейчас будет повышенная завышенная нрц и не все пузырьки газов у нас пластин схлопнулись не все вышли но я у меня нет времени вытягивать этот ролик до беспредела наверное в этом году этот ролик будет последним не знаю посмотрю так 1250 если будет что-то интересное о чем можно будет снять и будет вдохновение всему еще 85 но продвижка там по моему 83 был блять не помню 85 батарея вытаскивает 1153 но незначительно этот показатель он должен научиться мое подозрение что вот эта батарейка она просто есть прилавка сразу кинули на автомобиль в разряженном состоянии имейте ввиду что первичное обслуживание аккумуляторов либо добавляет год к ресурсу либо год убавляет и вот эти показатели на которых начинает аккумулятор эксплуатироваться эти показатели могут стопорнуться на протяжении всей жизни батареи то есть после того как вы начали эксплуатировать потом батарею разгонять разогнать очень сложно вот вам наглядный пример и давайте глянем на барсетку на барсика ну смотрим барсетка выдает сто процентов 1257 и показатели этот улучшится вот эту батарейку скорее всего начали эксплуатировать в более приглядном состоянии и поэтому вот у нее такие показатели балансировать эти батареи не имею не вижу никакого смысла потому что разбег очень большой можно подогнать но подогнать за счет ресурса этой батареи единственное что посоветую владельцу напишу я делаю отметку эксплуатация месяц на плюсе эта батарея потом замена две недели на плюсе это замена месяц на этой батареи которая будет опережать через месяц замена две недели на этой батареи на плюсе и вот в таком порядке пока эти показатели у нас у этих батарей не выравниваются те кто эксплуатирует автомобили вот 24 вольтовой схеме если разброс по батареям по показателям существенный вот воспользуйтесь такой рекомендации теперь давайте переползем блин надо было ценить переползаем к нашим помидорам китайским и давайте также по парочке банок у нас что здесь что здесь одна опережала другая отставала корректировали водичкой там обязательно сейчас залетят пришельцы с других каналов со своими советами с комментариями лежат блять на диване давят угри блять потом резко встают блять первый попавшийся канал залетел блять и давай мастурбировать по клавиатуре давать советы блять ну и такого плана значит есть же форму выявляет для расчета так 126 126 но есть форму для расчета блять почему бы тебе ими не воспользоваться для расчета коррекции электролита дистиллированной водой ёб твою мать также 126 сбутнулось ну хочу ответить этим залетным пришельцам но какая в пизде может быть формула если мы не знаем объем электролита в этих батареях какая может быть форму я не могу понять да нахуй и понять не то что понять осознать того что иногда пишут они сами не понимают что пишут и исходя уже только из личного опыта и из какого-то 126 и из каких-то таких интуитивных соображений и ближе знаете так 11 20 тоже 11 26 ближе к блять запутался ближе к методу научного тыка так что ли ну сейчас мы немножко не угадал я немножко не угадал немножко перелив водичку ничего страшного абсолютно в этом нету дальше гонять делать до заряда не вижу смысла потому что всю плотность мы с этих батареи выбили батареи пришли с превышающей плотностью будем так говорить мы просто произвели техническое очередное обслуживание это этих батарей с корректировкой плотности а теперь давайте посмотрим сейчас я откину перемычки перемычку одну достаточно будет откинуть и посмотрим что нам покажет тестер также замер будет немножко некорректно потому что два часа всего лишь отстоялись около двух часов и посмотрим на параметры так делай ключ сейчас отключу с записью на секундочку откинул перемычку и продолжим ну вот откинул перемычку и давайте глянем на параметры вспышку отключу пока обычно выставляли изначально 950 ампер такие же амперчики и выставим 86 процентов батарея выкатывает 884 но после отстоя выкатит она чуть-чуть немножко улучшится параметры незначительно ну может до четырех пяти процентов бывает улучшается ну даже на два процента это ладно так как видим было 80 851 884 пусковой нас интересует пусковой ток как бы там не гундели эти парни которым нужна емкость емкость нужна емкость берите ведра нахуй набирайте нам нужны пусковые токи для того чтобы дрюкать машину они для того чтобы блять светить какими-то лампочками непонятными основной параметр пусковых аккумуляторов это пусковой ток поэтому они и называются стартерными они лампочки лампочки ними блять короче дальше так вот эта батарея она разогналась получше 91 909 78 было 91 ну так же отстой возможно повлияет в лучшую сторону на ее самочувствие балансировка как видим особых результатов практически не дала но как я уже говорил банк балансировка на наиболее эффективно при работе с новыми батареями с теми батареями которых перли и хвост и в гриву далее прошла прожарили прогоняли не знаю эксплуатировали нещадно с ними как говорится поздняк питаться ну вот друзья вот примерно такая работа с грузовыми аккумуляторами вот предстоит еще еще парочка у меня стоит вот таких вот синий пробочных параметры кому интересно вот так вот с такой плотностью эта батарейка также с такой плотностью вот эти батареи были у меня на обслуживании пришли по второму кругу так также по второму кругу они пришли что-то на вот этой батарейки у нас висела забрали через две или три недели опять высадили привезли короче так друзья ну что будем заканчивать этот ролик повторюсь наверно возможно это ролик в этом году последний мы может не последний может крайний если роликов не будет что хочу пожелать удачного нового года приятного времяпровождения самое главное прекрасного настроения крепкого здоровья улыбок на ваших лицах на лицах родных и близких всем добра удачи мира над головой дай бог что пришел мир во все дома квартиры хаты гаражи ну и наверное самое главное в нашем деле это берегите свои батарейки всем пока